Китайский врач, который одним из первых пытался предупредить мир о новом коронавирусе, сам скончался от этой болезни. 34-летний Ли Вен Лян был офтальмологом в больнице Ухани, китайского города, который больше всего пострадал от эпидемии. Он и ещё семь врачей попали под надзор полиции, поскольку их обвинили в распространении, цитата, «незаконной и фальшивой информации о болезни». В Китае официальные каналы сообщают о 30 тысячах заболевших и более 600 погибших. Однако от граждан страны поступает другая информация. Многие полагают, что число заболевших в Ухане может превышать 150 тысяч, а умерших может быть 24 тысячи. Между тем, страны мира продолжают эвакуировать граждан из китайской провинции Хубэй, где распространяется коронавирус. В большинстве случаев все прибывшие остаются на двухнедельном карантине. Так, в Австралию прибыл второй самолёт с эвакуированными, а в Японию – четвёртый. Кроме того, на круизном судне у берегов Японии подтвердили ещё 41 случай коронавируса. Общее число заболевших на корабле – 61 человек. Судно находится на двухнедельном карантине. На нём остаётся 3700 человек. У берегов Гонконга стоит ещё один круизный лайнер, который также поместили на карантин. На его борту находится 3600 человек. Всемирная организация здравоохранения объявила, что эпидемия в Китае, вероятно, не достигла своего пика. «Передача происходит циклично. В ближайшее время количество заболевших может возрасти». В то время как на разработку вакцины от коронавируса может уйти минимум полгода, эксперты пытаются выявить его источник. Китайские власти сообщили, что он начал распространяться на рынке в Ухане. Однако также есть предположение, что его могли создать в лаборатории. В 19 километрах от этого рынка находится закрытое учреждение, где изучают самые опасные в мире вирусы, включая Эболу и Сарс. Возможно, оттуда произошла утечка. В целом, помимо Китая, заболевшие коронавирусом выявлены в 27 странах мира, включая Таиланд, Германию, США и Францию. В России подтверждено два случая заболевания в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших – китайцы. На севере Италии сошёл с рельсов скоростной пассажирский поезд. В нём ехало несколько десятков человек. По данным управления железной дороги, два человека погибли, двое находятся в тяжёлом состоянии. У остальных пассажиров – лёгкие травмы. Итальянские СМИ сообщают, что оба погибших – машинисты состава и что телесные повреждения получили 27 человек. Среди серьёзно пострадавших – уборщик поезда, но угрозы его жизни нет. Состав следовал из Милана в город Салерно на юге страны. Авария произошла в полшестого утра в провинции Лоди на участке железной дороги Милан-Болонья в 40 километрах от Милана. Два вагона перевернулись. Движение на этом участке приостановлено. Почему поезд сошёл с рельсов – пока неизвестно. Власти начали расследование причин аварии. Пепелище и искорёженный металл – вот что осталось от дома австралийских супругов Дональда и Бронвин после лесного пожара. Их ферма находится в Баконе, рядом с рекой Сноу-Ривер в штате Виктория. От страшного огня, надвигающегося со всех сторон, фермеры спаслись в бункере, который не так давно установили специально на случай пожаров. «Пожар бушевал на севере, огонь был на западе, распространялся по холмам и спускался к городу Братон». Супруги собрали все ценные вещи, документы и приготовили воду и бутерброды. Всё отнесли в бункер. Потом вернулись, несколько раз облили дом водой и поспешили в убежище. «Поскольку из-за огня появляется дым и угарный газ, то надо закрыть два вентиляционных отверстия. Потом смотришь на часы. Мы знаем, что для шести человек воздуха хватило бы на час». В бункере супругам было не до бутербродов. В специальный глазок они наблюдали, как сгорает их дом. Температура снаружи достигала 70 градусов по Цельсию. Через 20 минут фермеры вышли на поверхность и несколько часов боролись с огнём, подступающим к сараю. Подземное убежище состоит из двух бункеров, рассчитанных на 12 человек. Дональд позаботился и о спасении возможных гостей. «Бункеры я не делал, а купил готовыми. Потом выкопал яму в 10 метрах от дома, так, чтобы доступ был быстрым и свободным. А потом прикрыл бункеры дёрном». Дональд построил убежище чуть больше года назад и не думал, что оно пригодится так скоро. Лесные пожары начались в Австралии в августе прошлого года. Больше всего пострадали штаты Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд. Огонь выжиг территорию в 120 тысяч квадратных километров, уничтожил более 2,5 тысяч домов, погибли 33 человека и более миллиарда диких животных. Теперь в Голливуде приводят своё тело в форму именно так. Эти занятия объединяют йогу, балет и активные кардиотренировки. Начинается всё с недлинной медитации. Затем участники переходят к активным движениям. После этого следуют балетные занятия, которые призваны укрепить мышцы, а заканчивают тренировку обычной йогой. Посетители говорят, что занятия интересны и помогают достичь гармонии тела и души. «Здесь отчитаются движения йоги и радость танцев. Танцы – это тоже древнее занятие, которое люди делают естественно. Но мы скорректировали всё это и подстроили под активный образ жизни современных людей». Такие занятия уже за две недели призваны помочь укрепить мышцы, привести тело в тонус и похудеть. «Кардиотренировки с йогой – прекрасное сочетание и хорошая тренировка. Я сжигаю калории, ощущаю наполненность энергии, а также обретаю спокойствие и умиротворение перед новым днём. Мне нравится такая комбинация. Мне нравится, что в занятия привнесена йога лишь частично. Поскольку на обычной йоге тебе говорят сконцентрироваться на дыхании, но мои мысли часто блуждают, и это сделать сложно. Мне нравится сочетание танцев и йоги, поскольку можно на время забыть о насущных проблемах и сконцентрироваться на хореографии». Эксперты отмечают, что в наши дни мысли у многих людей в основном негативные. А занятия, сфокусированные не только на физических тренировках, но и на успокоении сознания, помогают выработать позитивное мышление. Выставка в музее-заповеднике Царицыно рассказывает о жизни знатных парижан конца XVIII века. Центральный экспонат – серия гравюр. Создана между 1775 и 1783 накануне Французской революции. Это последние годы помпезной придворной роскоши. «В самой серии было написано, что это в первую очередь для приезжих, для провинциалов, которые должны изучить этот парижский образ жизни, образец хорошего тона, как следует жить благородному человеку в эпоху Людовика XVI». Жизнь аристократа строго регламентирована. Каждой ситуации соответствовал определённый костюм, манеры и окружающие предметы. Променад – важная часть жизни светского общества. Неслучайно в зале пение птиц. Это кенар – самец канарейки. Их специально разводили в парках и садах ради красивого пения. Дамы надевали платье полонез. Его отличительная особенность – три пышных складки сзади. Подол приподнимали, чтобы не испачкать. При этом наряд обретал новые изящные формы. В России женские туалеты XVIII века почти не сохранились. «Довольно мало даже императорских, а не императорских нету почти совсем. Именно женских. Мужских довольно много костюмов. Потому что там женские платья перешивались по новой моде. Иногда их отдавали в церковь, из них делали облачение священников. Это же была такая традиция». 1770-е – эпоха русоизма. В моде – близость к природе. Особо популярна охота и скачки. Знать, чаще выезжает за город в родовое поместье, встречается с крестьянами. Тон задаёт сам король Людовик XVI. Во дворцах появляются гобелены на новую модную тему. «Художники, которые делали монуманда-костюм, они хотя и любовались красотой аристократической культуры, тем не менее, они считали её образцом во всём. Именно жизнь крестьян считалась особенно нравственной, потому что они живут на земле, они естественные люди, у них естественное чувство, не развращённое цивилизацией». Выставка работает до середины апреля. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова